добрый день дорогие друзья смотреть ли фильмы имеется ввиду самому или давать ли смотреть фильмы своим детям или внукам размышления в этом видео и хотел бы сказать о том что сегодня достаточно большое количество людей на земле смотрят сериалы дети смотрят сериалы мультиков взрослые смотрят сериалы взрослой жизни и эти сериалы они как бы сказать заставляют людей постоянно с нетерпением ожидать новых серий и для чего это все существует это враг работает и преуспевает в жизни людей когда жизнь самих людей скучная однообразная неинтересная то людям требуется смотреть фильмы где показывают очень много разного там показывают про деньги про богатство бедность там показывают секс там показывают автомобили жилье работу учебу отдых взаимоотношения предательства там показывать тюрьма больницы полицейские участки там показывают болезни страдания людей там много еды сигарет наркотиков лекарств конфликтов потерь горе радости алкоголя и горной зависимости иммиграции и еще многое многое чего и фантазия бурная у этих сценаристов потому что дьявол работает с ними многие из этих сценаристов они сами уже давно подсели на наркотики они употребляют антидепрессанты от них требуется составить такие сценарии чтобы люди были вовлечены в это это не только взрослые но и дети том и джерри вспомните этот сериал ну погоди для детей о чем это о преследованиях моббинг сегодняшнего мира в школах разве это не оттуда все обратите внимание такие фильмы как простоквашина это приключение да это какие-то разнообразие там и так далее так далее а вот такой фильм мультик как золотая лихорадка или золотая антилопа это о богатстве о том как богатство влиять негативным образом на человека это духовные фильмы калсон который живет на крыше это о дружбе и так далее но есть очень много мультиков для детей в которых садизм в которых сатанизм где темные силы сражаются со светлыми силами и это сегодняшний день и это бог сражается с дьяволом и это все показывается в этих мультиках неокрепшим духовно детям и это очень опасно когда взрослые смотрят о том как люди изменяют друг другу это становится привычным для них это опасно представьте себе одинокого парня или девушку которые посмотрели возбуждающий сексуальный фильм в котором сексуальные моменты не весь фильм а сексуальные моменты с голыми телами и так далее и представьте они приходят возбуждение они тоже этого хотят и парень вполне возможно начнет искать за деньги проститутку которая бы предоставила ему возможность сексуально разрядиться и он будет считать что это нормально а духовный мир соб наблюдает за ним и потом приводит его в похоть и в порно зависимость это происходит это происходит миллионами сотнями миллионов людей и сексуальная одержимость это когда человек меняет партнеров и он хочет этого когда возникает желание группового секса это тоже желание возникает не просто так и дьявол он работает через фильмы через сериалы и это опасно знают ли об этом взрослые люди я думаю что нет они даже в об этом не задаются вопросами когда им скучно когда они в поезде когда они на вахте где-то работают и нечем заняться они включают видео они смотрят сериалы то ли зарубежные то ли отечественные это без разницы без разницы на каком языке вы смотрите или мы смотрим важно что дьявол через эти видео через эти фильмы воздействует на наш духовный мир на наш разум а впоследствии это выражается в ослаблении нашей плоти и потом мы начинаем болеть потом мы начинаем страдать как духовно так и физически мы не понимаем откуда это а мы открыли дьяволу духовные двери это наши уши это наши глаза и дьявол обязательно будет этим пользоваться неважно турецкие китайские латиноамериканские российские чьи фильмы сериалы мы смотрим это не важно важно что дьявол он везде везде и он знает как на путешествиях на горе на радости на эмиграции на игорной зависимости на конфликтах на потерях на приобретениях на лекарствах на больницах тюрьмах на взаимоотношениях с людьми построить интересные в кавычках фильмы такие которые нету жизни у людей а жизнь людей скучная потому что сами они пребывают в скукоте в дремоте и они не обогащают свою жизнь общением с богом общением с природой общением с животными с другими духовными людьми нет они ищут чужой пережеванной духовной пищи и они питаются этой духовной чужой пищей врага и затем слабеют поразмышляйте об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания